итак друзья всем доброго дня сегодня у нас будет еще одно видео про пульты и сегодня мы будем восстанавливать кнопку суть какая у меня уже есть видео по ссылочке и сверху можете посмотреть как нужно чистить пульт чтобы все кнопки у нас работали но вот у нас пульт почищен большая часть кнопок у нас работает не работает вот это вот клавиша включения вот демонстрирую мы нажимаем и собственно ничего не происходит у нас телевизор не включается вот жму никак ничего не происходит если нажать какую-то другую клавишу ну например там один или два давайте вот один нажмем видно что телевизор включился зеленый огонек загорелся ну и все телевизор у нас заработал сегодня мы будем восстанавливать вот эту вот клавишу включения покажу два действенных метода которые реально работают и так что делаем ну как обычно разбираем пульт утаски у него батареечки вот если пульт у вас раскручивать я уже показывал в том видео соответственно раскручиваете старые пульты были если у вас пульт не раскручивается его нужно брать так вот ножичек просто его поддеваете открываете принципе здесь ничего сложного нет сильно не давите также можно купить на алиэкспрессе специальные пластиковые такие защелки чтобы ну не повредить корпус и вот смотрите у нас пульт он на прочищен то есть видите но жировых следов практически нет нигде вот у нас сверху клавиши включения идет вот видите жировых следов ничего нету но это клавиши у нас не работает то есть вот она сама клавиши включения вот она и собственно ничего не происходит то есть она не работает что нам нужно сделать что нам нужно сделать вытаскиваем эти кнопочки и вот эту кнопку здесь у нас находится токопроводящий слой вот на самой кнопки а этот токопроводящий слой он по моему содержит графит насколько я знаю там резина по моему с графитом ну или каким-то другим элементам находится ее можно просто немножечко зачистить на наждачке то есть берем обычную наждачную бумагу можно кусочек оторвать чтобы небольшой был и нужно этот токопроводящий слой зачистить ну и начинаем зачищать этот слой вот как бы убирать вот эту вот жирную пленку чтобы она у нас была матовой она должна у нас по сути перемыкать вот эти вот контактные дорожки и соответственно она когда перемыкает эти дорожки у вас там или каналы переключаются или включается сам телевизор так вот его берем просто и вот так вот зачищаем вот я показываю то есть видите вот он этот графитовый слой он сверху уходит сейчас я не очень удобно его надо вверх вот так вот вытащить и зачистить зачищаете ровно ну то есть по максимуму нужно это делать ровненько не сильно немного буквально там я не знаю несколько микрон сняли и кнопка должна восстановиться но смотрите бывают такие случаи бывают такие случаи когда эти кнопки вот этот токопроводящий слой у нее очень и очень маленький но он прям вот здесь вот видите если вам видно здесь толщина где-то наверное миллиметр может быть даже полтора насколько мне видно но бывает что он этот токопроводящий слой маленький и зачищать его уже не получится у вас то есть вы просто наждачкой сотрете его тогда нам нужно что сделать покупайте вот такой вот алюминиевая клейкая лента или металлический скотч он еще называется отсоединяете вот этот вот это по сути металл здесь берете вырезаете по размеру своей клавиши вот этой кнопки квадратик он сама клеящийся и потом просто его вот сюда вот приклеиваете ну то есть частичку вырезаете вот сюда приклеиваете и у вас получается такой металлический здесь квадратик металлический квадратик он будет перемыкать опять же таки вот эту вот дорожку и у вас клавиши начнет нормально работать но смотрите мы сейчас попробуем сначала зачистить наждачкой если у нас все это дело не получится то мы дальше будем клеить уже вот этот вот металлический скотч чтобы восстановить работоспособность клавиши так чистим чистим она становится уже матовая как раз есть верхний слой не убираем то может быть жир может быть просто она износилась от работы так клавиши изнашиваются те которые очень часто работают вот особенно клавиши включения вот видите убрали сейчас попробуем как у нас все это дело работает и так сейчас мы просто проверим как работает у нас это клавиши включения вот мы почистили в пульт у нас разобранном виде я поставил батареечки ну и вот так вот просто эти кнопочки накладываем просто вот включение там различные ну и нажимаем клавишу включения которую мы только что почистили нажимаем видим что телевизор у нас заработал то есть вот ведь как бы нажал я пытаюсь держать ровненько ну и все как телевизор заработал все нормально также теперь клавиши выключения выключаем телевизор нажимаем собственно телевизор выключается все работает пульт можно собирать сразу вот у меня здесь спиртик я намочил уже ватный диск спирт просто хочу прочистить здесь вот есть немного жира прям чуть-чуть протрем чтобы проблем с клавишами не было никаких хотя мы купили вот такой вот чехол с алиэкспресса пришел ссылочку оставлю я в описании под видео посмотрите там различные силиконовые есть хотелось вот такой вот типа аля кожаный не кожаный там непонятно в общем вот протерли клавишу еще раз показываю смотрите она устала вот такая вот маты матовая если вам видно то есть видите она прям черный матовая эти вот блестящие то есть если какие-то клавиши у вас работать вдруг не будут у них нужно просто вот этот блестящий слой снять она должна по сути быть вот такой матовый и она будет прекрасно работать еще раз если вам этот способ не помогает просто приклеивайте вот такой вот металлический скотч то есть это второй способ он самоклеящийся вот сюда его приклеивайте это же будет все прекрасно работать защелкиваем снизу крышечку так все пульт готов так ну все пульт у нас собран давайте посмотрим как работает у нас наша клавиша она работает примерно там с двухсекундный по моему задержкой нажимаем клавишу включения 1 2 ну и все видите включил то есть телевизор у нас не современный поэтому он включается у нас немного тормознутый скажем так вот еще раз держим клавишу включения выключим телевизор все телевизор выключается все работает таким легким способом вы можете восстановить себе пульт если понравилось обязательно ставим лайки пишем свои комментарии подписываемся на канал у меня друзья на этом все всем пока субтитры сделал DimaTorzok